Это кабачки разного сорта тыквы. Кабачки, яблоки, огурцы, морковь. Восьмой детский сад в Пушкино хвалится урожаем. Сегодня в образовательном учреждении проходит традиционная приемка к началу учебного года. Готовность садика оценивает глава округа Максим Красноцветов, его заместители и специальная комиссия. Наш детский сад в 2010 году открыл свои двери для малышей. В Пушкинском работает 37 муниципальных и 6 частных детских садов, плюс 46 школ и гимназий. Особое внимание по поручению губернатора Андрея Воробьева уделяют вопросам безопасности. Во всех образовательных учреждениях есть охрана, тревожные кнопки. Выполнено видеонаблюдение. Например, здесь, непосредственно в этом детском саду, присутствуют камеры как и безопасного региона, так и просто камеры, которые отслеживают, и по которым видно и периметр, и внутреннее помещение. Главе округа показывают игровые комнаты и спальни, кухню, спортивный и музыкальный залы. Они здесь особенные, со стеклянной, так называемой, витражной крышей. На выпускных сверху спускается Карлосон, а на новогодних утренниках – Дед Мороз. Все в таком хорошем состоянии. Ну, мы любим свой сад, как-то поддерживаем. Сейчас в саду функционируют дежурные общие группы. Всего около ста детей. Увидев гостей, они радушно начинают угощать их воображаемыми пирожками из песочницы. Перед таким не устоять. Ой, какой сладкий. А это с чем? А это тоже с медом. Все хотят ходить в сад. Лариса Бокова работает в «Пушкинской звездочке» 10 лет. В этом году выпустила группу, с которой была 4 года. Сейчас набирает новую. Придут более 30 малышей. С ними Лариса Юрьевна дополнительно будет проводить занятия по пластилинографии. А в День знаний устроит праздник. Придут трехлеточки. Музыку детскую включаем. Шарики. Улыбка встречаем всех. С 1 сентября в садик придут более 50 новичков. Вернутся в свои группы после летних отпусков и остальные ребята. Всего сюда будет ходить 228 малышей. Комплектование еще продолжается. Тут можно играть, рисовать и с друзьями общаться. Мы с ними играем в шибалы, рыбака и рыбку. Играем в песочнице. Учреждения образования в День знаний встретят и дошкалят и школьников отремонтированными и обновленными. Во всех завершается текущий ремонт. А капитально в рамках госпрограммы образования в округе ремонтируют 4-й сад в Авантеевке и 3-ю школу в Красноармейске. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа.